Хотел узнать по поводу сакральной геометрии. Я просто занимаюсь 15 лет ювелирным искусством и начал изучать вопрос, связанный с амулетами и талисманами, то есть вибрации камня, вибрации нарисованного символа, и начал понимать, что это очень хорошо работает по жизни для моих клиентов. И часто делал вещи такие, чтобы изделие было не просто украшением, а было инструментом магическим, чтобы оно работало на этом плане и на тонком. Какую вы литературу по сакральной геометрии можете посоветовать, чтобы больше узнать? Дело в том, что я, слушайтесь в это, в кавычках слова, я не могу вам посоветовать ничего. Да, у меня есть случившийся опыт, потому что один мой хороший товарищ, который занимается тем же, чем и вы, изготовил по тем чертежам, которые нарисовала моя рука, некие предметы, скажем так, такого же класса, о чем вы говорите. И все, что там было в техническом задании изложено, все было исполнено. И действительно есть те вещи, которые можно переплавить, которые можно уничтожить. Ну там не понравилось там колечко с сердечком, да, взяли его, переплавили на что-то. А есть те вещи, которые предназначены для долгопременного существования, почти для вечного существования, хотя вещей, которые будут существовать бесконечно долго, их не существует, все будет уничтожено. Но есть те, которые существуют вечностями, веками. Поэтому если вы что-то делаете и пришли в этот мир, именно для того, чтобы проявить свое мастерство, свой гений, на этом поприще, всегда смотрите на то, что вы делаете не теми глазами, которые смотрят, а теми глазами, которые видят. Наблюдателем быть. Да, и вы почувствуете. Ваши руки сами начнут делать немножко не то, что думает ум. В результате вы получите то, что называется шедевр. Слово шедевр, оно пафосное. Слово шедевр другое значение. Шедевр дни уничтожаем. А остальное уничтожаем. Понял вас, понял. Но это знакомо, да, потому что особенно вот красный мухомор, он начинает убирать у тебя вот этот вот шум ума, и у тебя успокаивается сознание. Особенно если с медитацией, с дыхательной гимнастикой, это очень хорошо работает. Ты становишься наблюдателем, и вот многим посоветую именно. А вот ваше мнение по поводу красного мухомора, также в творчестве и в медитативных состояниях, чтобы подключаться к вселенскому разуму. Мое мнение следующее. Практически на каждый день есть свои растительные или животные экстракты. Я не буду их озвучивать в прямом эфире, к какому дню что относятся, но скажем так, и мухомор, и то, что называют ауяска, и кактус пьет, и спрынья, это то, что синтезировано в ЛСД. Все эти вещи природного характера при определенном использовании, во-первых, они не вызывают никакой зависимости. Это первое. Поэтому не являются наркотиками. Вот тот, кто псилоциба, грибы, например, кушает, нет таких наркоманов псилоцибиновых. Или, например, пиетных наркоманов, их тоже нет. Есть наркоманы от тяжелых наркотиков, вот эти есть, которые вызывают зависимость, необходимую потребность их принимать постоянно. А что касается алкогольной, никотиновой, компьютерной, игрокомпьютерной, то же самое, другие зависимости есть. На самом деле, великое множество. Есть спортивные зависимости, знаете, таких вот, которые с утра до вечера в танки тягают, там такие есть тоже. То есть, зависимость, она возникает вследствие необходимости отвлечения ума от своих страданий. Если ум не страдает, если ум свободен, он никогда не впадет ни в какой зависимости. Это невозможно. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Человек, наблюдающий себя в настоящем моменте времени, избавлен от каких бы то ни было зависимостей. А если человек страдает, и вдруг находится такое вещество, которое избавляет его от страданий. Вот вы не удовлетворены собой, к примеру. Вы ходите и смотрите. Вот, вот, Вашка успешный, или Машка там успешная, а я говно. Ну, да, я буду, я стараюсь казаться для всех успешным, но это не так, я об этом знаю. Я знаю, вот у меня вот это не так, это не так, то не так. А вот у того лучше, а у того еще лучше я бы мог достичь, а не достиг. И вот человек ходит вот с этими мыслями о том, что он несостоявшееся говно, неудачник и так далее. И себя погружает еще больше в это болото, и если находится что-то, что избавляет его от этих мыслей, то он становится наркоманом. Сидит за компьютером, отвлекается, сидит в спортзале, тягает гири. Ему тоже некогда об этом думать. Да еще и мышцы наращивает. Еще телки любить будут. Или наоборот. Девочки там жопки свои накачивают. Говорят, вот такая жопа, я на свою жопу такого банкира поймаю. Понимаете, я думаю, это не секрет. А человек, который состоялся из людина, ему все это до лампочки. Вообще, все плюс его абсолютно. Такой человек существует, наблюдает происходящие события, видит в этих событиях те положенности присутствующие, не консультирует их как хорошие или плохие. Да, ум может сказать, что вот это мне не надо, а вот это подойдет. Вот и все. И тем самым человек находится в состоянии удовлетворения собой. Через удовлетворение собой наступает удовлетворение этим миром. То есть состояние счастья. А что такое состояние счастья? Состояние счастья – это когда нет факторов и мыслей, которые уничижают человека перед собой, или точнее перед миром. Ну, оно такое более даже пустое состояние. Нет ни злости, ни любви. Ты просто принимаешь этот мир такой, какой он есть, и принимаешь себя в этом мире. Ты становишься пустым внутри. Пустым, но и одновременно получаешь удовольствие от каждого движения. Вот. Это и есть истинная наполненность. Это и есть состояние дзен, я так понял. Вы знаете, что такое дзен? Дзен – это концепция. Для кого-то дзен – это звать в колокольчик. Для кого-то дзен – это сидение в позе лотоса. Для кого-то дзен – это левитация. Для кого-то дзен – ну, это примерно то же самое, что и бзден. Ну, для каждого по-разному. Понимаете? Поэтому эта концепция сложна к пониманию. Ну, каждый начинает чувствовать это, когда доходит до него. Он по-разному к каждому приходит. Однозначно. Это состояние. Вот состояние – да, мы пытаемся описывать концептуально, описывать свои состояния. Для чего, собственно, и существует язык. Дело в том, что высшая форма общения – это общение эмоциями и образами. Эмоциями, а еще более высшими образами. Так вот, животные, они находятся на более высокой ступени общения между собой. У них нет языка такого, как у нас с вами, с буквами, там, еще с чем-то. Потому что животные общаются на эмоциональном уровне. Их разговор – это эмоции. Просто мало кто обращает внимание, что есть различные эмоциональные составляющие, наполненные сачевого лая, кошачьего мяуканья и так далее. Согласен. Поэтому гамма передачи информации у них гораздо шире, чем у человека. А вот передача образов, эмоциональных образов друг к другу – то, что существует у многих видов существ, существующих во Вселенной, и что раньше существовало у человеческого вида тоже, в далекие времена, на прошлые эксперименты, на прошлой площадке. Сейчас это потенциальная возможность есть у человеческого вида, но она не используется. Почему не используется? Потому что это опасно для управляющей системы. Людей пасут. Они должны быть в коднике, в киловейнике точнее, да? Если индивидуумы начнут подобным образом иметь возможность общаться – это катастрофа. Это развал всей системы. Почему? Потому что общение подобным образом не может содержать в себе лох. А весь этот мир построен на лжи. Люди лгут и себе, и другим. Поэтому случается игра. С детского садика нас обманывают и учат обманывать. И подчиняют. Безусловно. Да, система очень сильно изоточена. Порабощают. Именно так. Хотел у вас узнать, Владимир, вот когда начнется вот этот глобальный климатический сдвиг, я так понимаю, оставшиеся люди будут сходиться в общины, которые будут жить вне цивилизации современной, так сказать, а жить отдельно где-то общинами в горах. То есть там, где все будет не затронуто. Заниматься. Естественным образом все случится. Ага. То есть произойдет обнуление этого мира. Ну, соответственно, и электричество, и все, так сказать, блага цивилизации, в кавычках, все и останется в старом мире. Мы не можем точно знать, как это произойдет. Не можем. Потому что этот параметр на самом деле плавающий. Он недоступен к пониманию человеческими индивидуумами, во всяком случае. Потому что до этого я уже несколько раз говорил о том, как принимаются некоторые плавающие решения. Плавающие решения принимает искусственный интеллект. Принимает он на основе суммарного анализа всех переговоров о состоянии контролируемых индивидуумов. Поэтому обыграть его невозможно. Поэтому я перестал бороться в этом мире, перестал бороться с миром. Я просто принимаю этот мир и иду туда, куда лежит сердце, зовет. И теперь вот интересно, а как мы будем чувствовать, где встретиться с общинами? То есть объединяться, как объединиться с людьми по интересу? Дело в том, что вам даже об этом думать не надо. Это уже произошло естественным образом. Просто мы еще не дошли в нашем кинофильме жизни до того сюжета, где это случилось. Наше существование не является бесцельным. Это абсолютно однозначно. Мы сюда приходим с целью. Поэтому у каждого есть те события, которые уже существуют. Мы просто их созерцаем, смотрим. Они уже произошли. Мы проживаем жизнь постфактум. С иллюзией того, что мы имеем возможность влиять на события. Это всего лишь иллюзия. Но по сути мы смотрим фильм записи. Согласен. Еще вопрос, Владимир. Мухомор красный – это какого дня продукт? Когда я лучше принимаю? Все грибы – суббота. Суббота. Ага. Понял. То есть тогда будет и возможность, допустим, в медитации более успешнее пройти. Какие-то моменты. Не совсем так. Не совсем так. Вопрос в том, кто и для чего вы применяете. Суббота находится под управлением. Опять-таки это концепция. Но тем не менее. Суббота – это Сатурн. Сатурн – это род. Сатурн – это смерть. Сатурн – это достаточно жесткий такой вот эгрегор. Но в то же самое время он весьма информативный. Это верхняя чакра фиолетовая. Точнее, самая верхняя. Самая высокая частота функционирования. Люди боятся. Их научили бояться Сатурна. Хотят бояться, пускай обсираются. А это тут нечего. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!